Судьба знаменитой дачи со слонами в Самаре обсуждается уже долгие годы. Когда-то она принадлежала купцу Головкину. После революции здание национализировали. Здесь попеременно находились детский сад, больница, а потом и клуб водоканала. Много идей последовало, что здесь должно находиться сегодня, но с чем согласны все общественники, что зданию просто необходима реконструкция. Сейчас зданием заведует МП Ремжил Универсал. Чтобы получить средства на ремонт дачи со слонами, нужно изменить статус здания. Перевести его либо в региональную, либо в федеральную собственность. Либо добиться дополнительного финансирования в городской бюджет. Безусловно, мы найдем решение, которое позволит изменить ситуацию с дачи со слонами. Пока говорить о том, что там она в аварийном состоянии, рассыпается, не приходится. Но она не живет той жизнью, какой она должна жить. Она не насыщена смыслом. И, конечно, определенная реставрация ей точно не помешает. Плюсом необходимо все-таки решить ситуацию. Вопрос благоустройства. Прежде чем приступить к реставрации, необходимо понять, что там будет находиться в итоге. Один из вариантов сегодня – сделать дачу местом притяжения для студентов Самарского технического вуза. Художников, архитекторов и дизайнеров. Проводить там выставки и устраивать пленеры. Сейчас проект в стадии обсуждения. В распоряжении политеха уже передали спортивный комплекс на стадионе «Заря», который ранее принадлежал Ргутису. С забегом здесь еще быть принято решение передать стадион «Заря» в собственность Самарского технического вуза. Но с одним ключевым условием – заниматься на стадионе смогут не только студенты, но и жители домов в округе. Этот вопрос волновал студентов политеха на встрече с депутатом больше всех прочих. Молодые люди интересовались окончательным решением судьбы стадиона. В течение двух часов студенты разговаривали с российским политиком на равных, задавая вопросы на самые разные темы. От количества золотозапаса в Российской Федерации до методик психологической перезарядки. Я была очень довольна о том, что с Госдумы к нам могут приехать, вот так просто пообщаться, как бы можно сказать, на равных. Задать мы могли любые вопросы. Авторы лучших вопросов получили в подарок книги, которые написал Александр Хинштейн. Но главная награда для молодых и пытливых умов, признаются студенты, оставаться в курсе событий. Мария Левна, Григорий Пешаков, События.